К своему выступлению, находящейся на 16-й позиции Амани Фанси и Кристофер Бояджи из Великобритании, скажу, что три спортивных дуэта не попали. В произвольную программу это Наруми Токахаси и Риотики Хара, японцы, занявшие 19-е место, австрийцы Эмириан Цыглер и Северин Кифер, 18-я позиция также мимо произволки, и выступающие за Белоруссию Мария Полякова и Никита Бачков оказались вне произвольной программы. Ну а мы с вами смотрим, что нам покажут под музыку, являющуюся саундтреком Гарри Поттеру, спортсмены, выступающие под британским флагом. КОНЕЦ 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 Очень достойно, к слову, выступили британцы без таких ярко выраженных срывов. Ну да, было одно падение на выбросе, но оно получилось не таким, по счастью, устрашающим, как мы видели, к примеру, и в короткой программе, в программе неоднократно. Ну и у Ани Погорилы, к примеру, в короткой же программе в соревнованиях женщин. Вот это действительно на него, на это падение было очень больно смотреть. А так, в целом, британцы, если знать, что они борются не за медали, даже не за десятку на чемпионате мира, а впервые в карьере попадают в число тех, кто выступает в произвольной программе, то для этого уровня они прокатались очень и очень достойно. И сейчас, если арбитры не поскупятся и поставят худо-бедно неплохие компоненты этим спортсменам, они еще и на личный рекорд смогут претендовать. Сколько у них было после короткой программы, после короткой британцы имели 46-69. В общем, если чуть-чуть судьи окажутся благосклонными к этому дуэту, то они могут побить и лучший свой результат в произволке, и по сумме двух программ. На чемпионате Европы нынешнего сезона Амани Фанси и Кристофер Боя-Джи заняли 12-е, к слову, место. Там не набиралось полноценной даже произвольной программы. Лишь 14 спортивных пад приняли участие в первенстве континента. Но два дуэта представители Вик-Капитане обыграли. И дуэтами этими были Елизавета Макарова и Элери Кинчадзе, выступающие за Болгарию, а также Мария Полякова и Никита Бачков, которые здесь в произволку попасть не смогли. Субтитры создавал DimaTorzok Ого, оценка-то за компоненты здорово подросла к концу выставления этих самых компонентов. И действительно, два личных рекорда мы сейчас видим у Амани и Кристофера. И в произвольной программе они никогда даже 80 до этого старта не набирали, и за 130 набрали по сумме двух. Продолжение следует...